Кристиана Гоут Эдуардо Серано В фильме «Незабываемое» По мотивам романа Умберто Оливьери Авторы сценария Умберто Оливьери Соня Нобро де Мело Мануэль Мендоса Карлос Гонсалес Вега Марко Тулио Сокорро В фильме также снимались Феликс Лоретта Эрминия Мартинес Амалия Перес-Диас Мария Луиса Ламата Таня Сарабия Хуан Франкес Гильермо Ферран Фредди Галавис Луис Альберто де Моссас Педро Дуран И другие Композитор Франциско Кабрухас Оператор Рафаэль Марин Режиссер Тони Родригес Я вас предупреждал Я вас предупреждал Но вы не захотели по-хорошему договориться Как ты это сделал? Кто тебе помог? Где ты взял свидетельство? Признавайся! Что вы говорите, дядя Франциско? Мне кажется, вам плохо. Я вас не понимаю. Так что говорить буду я. У меня есть еще один экземпляр документа Который я предлагал вам подписать Вы добровольно передаете мне Все права на состояние к алканью Надеюсь, вы не будете его опять рвать Подпишите на этот раз? Нет! Я ничего не буду подписывать! Вон! Убирайся! Вон! Очень жаль Вы потеряли свой последний шанс Придется объявить вас недееспособным Что вы скажете об этом? Почему? Почему ты так со мной поступаешь? Почему? Почему? У меня есть много причин Я могу показать шрамы Которые ваши пули оставили у меня на спине Прежде чем вы сбросили сейф в море Нет! Я могу повторить слова Которые вы тогда мне сказали Я могу напомнить Что вы избили Марию Тересу Но самое отвратительное То, что вы пытались убить женщину Которая вас вырастила Вы пытались отравить Донью Леонору Нет, нет Этого не может быть Нет Нет Да Это я Симон Леаль Ну и что вы теперь будете делать? Что вы будете делать? Я буду кричать Правда, вы будете кричать Интересно, о чем? Что вы пытались убить Симона Леаля Хотели отравить вашу мать Донью Леонору Калканью И наложить лапу на все состояние Боюсь, вам придется последовать примеру Перетта Я разоблачу тебя Я расскажу всем, кто ты такой Прошу Прошу Это Симон Это Симон Симон Леаль Симон Леаль Она обманщица Быстрее сюда Я же говорила, он сошел с ума Идемте к нему Дон Сиэлсо Это он Это он Что вы с ним сделали? Почему он такой? Понятия не имею Мы спокойно говорили И вдруг он посмотрел на меня как-то странно И закричал Франсиско Белый Это он Это он Симон Бред какой-то Это он Симон Он не умер Он сам сказал Это Симон Симон Тетя Маймела Кажется, дядя Франсиско не в себе Раньше в семье были случаи Старческого в слабоумии? Он не сумасшедший Но он твердит, что я Симон Ляль По-моему, ему нужен врач Вам не кажется? Я мыслю здраво Поверьте Я не сошел с ума Это он Это Симон Франсиско, дорогой Какой Симон? Он же приехал с Кончитой Нет Она обманщица Она водит вас за нос Это ловушка Но я их разоблачу Разоблачу Она обманщица Обманщица Она провела нас Комедиантка Обманщица Господи, Франсиско, дорогой Позвольте заметить У вас нет сердца Не говоря обо всем остальном Неужели вы не понимаете, что он сейчас испытывает? Не понимаю Я не общаюсь с сумасшедшими Он только что узнал, что он не является сыном Донни Леоноры Это очень тяжелый удар А я здесь при чем? Зачем вы к нему поднялись? Чтобы поговорить о деньгах? Вы решили воспользоваться моментом и оторвать кусочек пожирнее? Вы обладаете деловой жилкой Я как-то об этом не подумал Хотя, после того, что здесь произошло, обсуждать нечего Я владею всем Послушайте, мне вас жаль Неужели для вас не существует ничего, кроме денег? Конечно, существует Но это выше вашего понимания Знаете, кто вы? Вы карикатура на Симона Леаля Вы говорите и ходите, как он Но вы и ходячий труп У вас нет ничего святого в этой жизни В этом вы правы Вы признаете это? Да, признаю В этой жизни меня ничто не привлекает И в этом я похож на вас Вы живете памятью о прошлом Она комедиантка Это ложь, что она ничего не помнит Ложь, прогоните их из дома Вон Возьми себя в руки, Франциско Пусти меня, кровопийца Я колканью Я колканью Что с ним, доня Леонора? Почему он меня оскорбляет? Успокойся, Франциско Эта новость тебя расстроила Но ты мой сын И ты всегда им будешь Я колканью Вон Вон из моего дома Не смей кричать на мою мать Это он Это он Это Симон Вы что, ослепли? Как вы не понимаете Это Симон Где Максимилиану? Пусть он его арестует Это Симон Мне надо поговорить с Ремихио Это он Пойдем, мама Дядя Франциско меня утомил Умоляю, не уходите Он таким никогда не был Пойдем, мама Подождите Хорошо, поднимайтесь наверх Мы его успокоим Это он Это он Нет Не позволяйте ему подниматься Не позволяйте Позовите Максимилиану Франциско, ради Бога Не возражайте ему Не говорите ни слова против Это он Позовите Максимилиану Это он Франциско, мы тебе верим Мы тебе верим Верим Конечно, мы тебе верим Мы верим тебе Правда ведь? Мы все верим Правда? Ты прав, сын Ты прав Скажи Селсо. Да, мама, конечно. Ты прав, Франциско. Опять Мария Тереса? Да, она. Вечно она. Тебе очень тяжело, Симон. Я понимаю. Когда я рядом с ней, у меня внутри все переворачивается. Я не могу поцеловать ее, прикоснуться к ней. Не могу обнять ее. Это пытка. Пытка. Ты сам этого хотел. Нет, я не хотел влюбляться в дочь убийцы моего отца. Я не хотел, чтобы жизнь заставляла меня стать мстителем. Ты ревнуешь, Симон? Да. Я ревную ее к себе. К человеку, которого она любит. К человеку, которому она будет принадлежать до конца своих дней. Тебе не понравится, что я сейчас скажу, Симон. Но я обязана это сделать. Мария Тереса любит другого. И никогда не полюбит тебя. Не надейся на это. Ты права. Я стыжу себя, Консуэлло. Мария Тереса меня ненавидит. А разве может быть иначе, Симон? Ты и сам это знаешь. Мария Тереса никогда не обратила бы внимания на такого человека, как Оскар Энрике. Она любила Симона. Клянусь, я выжгу Симона Ляля из ее памяти, чего бы мне это не стоило. Даже не пытайся, мой дорогой мальчик. Это невозможно. Мария Тереса никогда не забудет Симона. Я не позволю, чтобы меня отобрали единственную любовь, Консуэлло. Как ты это намерен осуществить? Ей неприятен Оскар Энрике. Ты правильно сказала. Она никогда не забудет Симона. Когда я увезу ее отсюда, когда я заберу ее у Франциско де Пауло, она вновь станет моей. Симон, ты сам сказал. Когда все кончится, Мария Тереса будет ненавидеть тебя. Она тебя не простит. Тогда я смогу ей все объяснить. Она поймет, почему это случилось. Думаешь, она поймет? Думаешь, она простит? Не знаю. Но я готов пасть перед ней на колени. Готов целовать землю. Я верну Марию Тересу. Я дам ей жизнь, которую когда-то отобрал. Ужасно, что Франциско потерял разум. Он всегда был таким уравновешенным. Да. Мне было страшно смотреть на него. Настоящее безумие. Он поправится? Как вы думаете? Не знаю, дочка. Возможно. На него столько сразу всего навалилось. С его-то гордостью. И вдруг узнать, что он приемный сын. Кроме этого, потрясение от приезда кончиты. Да, слишком много для одного человека. Тут кто угодно дрогнет. И все же я не понимаю, почему его так потряс приезд кончиты. Такой реакции я могла бы ожидать от Мэмэлы, но никак не от него. Вы думаете, это из-за того, что он увидел ее живой? А из-за чего же? Мне кажется, его больше беспокоит ваш внук, Оскар. Нет, нет. С ним трения возникли позже. Да, но кончита, настоящая сеньора. Она с ним очень вежлива. Но ваш внук... А в чем дело? Донни Леонора, неужели вы не видите? Оскар противопоставил себя Франциско с первого дня. Разве вы не почувствовали, какие у них напряженные отношения? Этого следовало ожидать, дочка. Франциско очень ревностно относился к Оскару Энрике. Это чувство он перенес на Симона, а теперь и на Оскара. Меня это не удивляет. Нет, мне кажется, дело не в ревности. Здесь что-то другое. Оскар – подлец. Подлец. Ну что ты говоришь? Он настоящий кабальеро. Подумай, дорогая. С приездом Кончиты и ее сына у Франциско де Пауло появились опасения, что они отберут состояние, о котором он заботился столько лет. Мало того, он еще узнает, что он не колканию. И он, конечно, почувствовал себя ущемленным. Вот что с ним произошло. Франциско разнервничался из-за Оскара. Он что-то ему сказал, и Франциско вышел из себя. Ну что за мысли? Послушай, Мария и Тереса, не оговаривай моего внука. Он не шарлатан. Франциско, не оговаривай моего внука. Нет. И он уже это доказал? Вы простите, Донни Леонора, но я знаю, что говорю. Не понимаю, как Оскару и Энрике удалось завоевать вашу любовь, но поверьте, этот человек – подлец. А мне кажется, причина твоей враждебности в том, что Оскар так похож на Симона. Может быть, тебя задевает, что человек, столь похожий на Симона, пренебрегает тобой? Наберись терпения, дорогая. Нам надо держаться вместе. Или мы все кончим, как Франциско. Это Симон. 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 Он сам сказал. Это Симон. Как вы не понимаете? Это Симон. Пустите меня. Пустите, я в своем уме. Франциско, братик мой родной, конечно, ты в своем уме. Успокойся, иначе потеряешь его. Пожалуйста, прекрати Франциско де Пауло. Проклятие. Будьте вы прокляты. Симон мстит. Симон мстит. Как вы не понимаете. Он вернулся, чтобы отомстить. Это Симон. Я в своем уме. Нет. Нет. Не позволяйте ей ко мне прикасаться. Вам это поможет, Франциско де Пауло. Франциско, дорогой, пусть она сделает тебе укол. Ты успокоишься, поправишься. Ничего, ничего. Будет немного больно. Лекарство сильное. Вот так. Скоро вы уснете. Мемела, иди к себе. Уже все в порядке. Никуда не пойду. Как можно? Мой братик сходит с ума. Мы ничем ему не можем помочь. Надо дать ему отдохнуть. Консуэлла, как ты думаешь? Мой братик поправится. Он будет говорить членораздельно. Когда он начнет говорить здравые вещи? Не знаю, Мемела. Надо надеяться, Мемела. Бывает и хуже. Что может быть хуже? Безумие, Селсо. Селсо. Что мы теперь будем делать? Кто о нас позаботится? Ни ты, ни я не знаем, как вести дела. И мама тоже больна. Все пройдет, Мемела. Пойдем. Надо дать Франциско де Пауло отдохнуть. Оставьте его, Мемела. Выбей ромашку. Я ничего не хочу. Ничего. Селсо, умоляю, скажи. Кто теперь будет управлять банком? Скажи хоть что-нибудь, Селсо. Это же трагедия. Перестань, перестань, Мемела. Франциско. Франциско. Пойдем, пойдем. Пусть он отдыхает. Я прибежал, как только узнал, что вы хотите меня видеть, Дон Франциско. Это мне нравится, Карденас. Я люблю пунктуальных людей. Кто вы? Где Дон Франциско? Меня зовут Оскар Энрике Мичелена. Или Калканю, как вам будет угодно. Присаживайтесь, поговорим. Что вы делаете в этом кабинете? Где Дон Франциско де Пауло? Он сейчас болен, но я должен сообщить вам, что он недоволен вами. Недоволен? Да, весьма. Потому я здесь. И требую объяснений по поводу статьи в местной газете. Вы в курсе? Да. Отчасти. Отчасти. Что за ответ, Карденас? Адвокат должен знать все. Дядя Франциско подозревает, что вы приложили руку к этой публикации в газете. Ведь это вы занимались его делами. И личными тоже. Вы знаете об усыновлении? Да. Знаю. Но я здесь ни при чем. Послушайте, Карденас. Я даю вам еще один шанс. Не отказывайтесь от него. Я очень много про вас знаю. То есть? Вы принимали участие в попытке отравления Доньи Леоноры Калканью. Что вы на этом скажете? Я не намерен выслушивать ваши оскорбления, сеньор... Мичелена. Всего доброго. У меня есть признание доктора Перетта с его подписью. Он утверждает, что вы с дядей Франциско пытались отравить мою бабушку. Перетт, поэтому и покончил с собой. Я ничего не знаю. Что вам нужно от меня? То же, что вы сделали в свое время с моей бабушкой. Объявите дядю Франциско недееспособным. Я не хотела говорить вам, но Франциско де Пауло очень плохо. Он болен? Да. Я уверена, причиной его болезни этот шарлатан. Франциско де Пауло потерял рассудок. Он совсем сошел с ума. Неудивительно. Оскар Энрике еще отвратительнее, чем Франциско де Пауло. А они друг друга стоят. Если сеньор Калканью потерял рассудок, то легко предположить, что этот тип, который, к несчастью, так похож на Симона, приобретает права на нашу землю, и тогда прощай театр. Этого не произойдет, Паджоли. Пусть только Оскар Энрике попробует что-нибудь предпринять. Ему придется иметь дело со мной. Никому. Вы слышите, никому не остановить меня. Я построю театр. Понимать ли это как отказ? Вы не принимаете моего предложения? Я работаю на Дона Франциско де Пауло. Я буду ему верен. Верен. Странно слышать это слово из ваших уст, Карденос. Сколько вы получили за свою верность и за участие в темных делах? У вас нет доказательств. Есть. Вы понимаете, что говорите с владельцем всего состояния Калканю? Вы же держали в руках все документы. Вы знаете, кто я и что мне принадлежит. Так? Зачем все усложнять, Карденос? Рано или поздно вы все равно будете работать на меня. Вы меня не заставите. Жаль. Значит, вы не поняли. Что ж, насколько я вижу, помогать вы мне не желаете. Придется отправить вас в тюрьму за попытку убийства. Карденос, вы сами виноваты. Можете забыть о своей карьере. Синьор Мичелена. Вы хотите мне что-то сказать, Карденос? Я согласен. Что вы сказали, не слышал. Я согласен, я согласен. Я сделаю все, что вы хотите, но умоляю, не лишайте меня работы. Это уже лучше, Карденос. Мы начали друг друга понимать. Бумаги нужны мне сегодня. Сегодня невозможно. Нет ничего невозможного, Карденос. Например, даже адвокат может оказаться за решеткой. Бумаги нужны мне сегодня. Или я позабочусь о том, что вы закончили свои дни в удобной камере. Мне нужны некоторые документы от Франциско де Пауло. Работайте, Карденос. Я за это вам и плачу. Смотрите, это он. Ну, прямо оживший покойник. Так, перестань болтать, Фигаро. Я не хочу отправиться вслед за доктором Переттом. Прекратите! Прекратите! Оставьте афишу! Что вы себе позволяете? Вы мне за это заплатите! Не трогайте здесь ничего! Асусена! Пусть она сама разбирается. Он хозяин земли. Прекратите! Что вы делаете? Вы не имеете права! Ну, остановитесь, умоляю! Ну, не надо! Не надо! Это же просто глупые воспоминания. Дым, воздух, ветер. Как можно хранить верность человеку, который никогда не вернется? Вам-то что? Что вы знаете о нем и обо мне? Вы затронули самое сокровенное в моей душе, и я вам этого не прощу. Не смешите меня. Неужели самым сокровенным для вас является какой-то нищий? Он даже не отважился сделать вас своей женой. Замолчите! Замолчите! Правда, глаза колет? Нищий, бродячий фокусник. У него же не было ничего своего, если не считать ту историю, которую он сочинил, чтобы провести моих родственников. Шарлатан! Знаете, тетушка, ваши воспоминания стоили мне немалых денег, и я намерен положить этому конец. Замолчите! Ему нас не запугать. Пойдем поджолим. Это неслыханно. Какой наглец! Ему сейчас! Иди сюда, малыш. Забудь о нем. Я не позволю оскорблять Симона! Хуанчо, дела с помощью кулаков не делаются. Умерь свой пыл. Из-за этого и Симон погиб. Чтобы стать великим артистом, ты должен научиться держать себя в руках. Я тебя понимаю. Мы все очень переживаем. Если этот человек надумал уничтожить нас, то бороться с ним будет очень нелегко. Пусть с ним говорит Мария Тереса. До чего вы докатились? Нахал! Подлец! С каждой секундой вы становитесь мне все противнее. Как вы осмелились меня поцеловать? Как вы смогли? Уходите. Нет, это вы уходите! Я уничтожу ваш балаган. Я не оставлю даже пыли, по которой ступал Симон. Вы не понимаете, что говорите. Бедняжка. Да вы можете свести с ума любого мужчину. Надеюсь, себя в их число вы не включаете. Нет, конечно. Я не проведу и секунды с женщиной, которая отдала себя во власть детского сна. Снимите черное платье. Оденьтесь поярче. Веселитесь. Сделайте что-нибудь для самой себя. Все кончилось. Я не понимаю, зачем вам это. Впрочем, это и не важно. Меня это не интересует. Все это принадлежит моему мужу, Франциско да Паоло Калкайо. Ах да, ваш муж. Забудьте про него. Он вам не пара. Когда же вы поймете, что вы напрасно губите свою жизнь? Каясь! Замолчите! Что здесь происходит? Сеньор Астольфо, вы должны что-то предпринять. Оскар Энрике Калкайо хочет отобрать у нас землю. Тот, кто похож на Симона Леале. Не смейте сравнивать этого подлеца с Симоном. Нет, нет. Где он? В палатке Симона. Пошли, Рэндон. Нет, 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 я не пойду сюда. Я сказал, пошли. Я отдаю себе отчет в том, что делаю. И вы не имеете никакого права давать мне советы. Вы проходимец, воспользовавшийся доверием наивных людей. Ваша цель – завладеть чужими деньгами. Уйдите. Я не хочу больше говорить с вами. А я и не желаю больше вас слушать. Можно? Астольфо, умоляю, выстави отсюда этого нахала. Что вы делаете здесь без разрешения? Я владелец, разрешение мне ни к чему. Вы его никогда не получите. Выносите все отсюда. Я скоро вернусь с документами и сравняю все с землей. Как ты? Спасибо, Астольфо. Ты вовремя. Эй, ты, мешок с деньгами. Я знаю одно цыганское проклятие, которое может доставить массу хлопот. Но если у человека нет души, оно не подействует. Мы противопоставим тебе любовь и уважение к нашему другу Симону. Мы не побежим от тебя. Ты узнаешь, на что способен человек во имя дружбы. Кончета. Кончета. Я узнала о твоем возвращении. Кончета, это просто сон. После всего, что произошло. Никто этого не ожидал. Вернуться после стольких лет. Да. Кончета. Мне это причинило много боли. Зачем дело? Почему ты молчишь? Или ты не ожидала меня увидеть после стольких лет? Моя любовь к тебе все еще живет у меня в сердце. Мы были так дружны, несмотря на... Дело в том, что мне сейчас не по себе. Я понимаю. Надо было предупредить, что я приду. Но я просто не могла удержаться. Ты и твой сын... Извините. Синьора, я вас не знаю. Как это ты меня не знаешь? Ты что, Кончета? Может, я покажусь вам неучтивой. Боюсь, я не оправдаю ваших надежд. В трагедии, в которой погиб мой муж, Оскар Энрике, я... Да. Я слушаю. Я выжила, но... Я не помню ничего из того, что произошло. Я потеряла память. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... 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 Деньги мне не принесут счастья. Я предлагаю тебе другой путь. Твой отец погиб, потому что финансировал революцию. Ты можешь осуществить его мечту. Что-то должно быть. У таких людей всегда есть какая-то тайна. И я ее найду. Клянусь, Оскар Мичелена, я разорву тебя на кусочки. Клянусь, Оскар Мичелена. Перевод Александра Базина. Текст читали Ирина Губанова, Ирина Маликова, Александр Дик, Алексей Инжеватов. Текст читали Ирина Губанова, Ирина Маликова. Текст читали Ирина Губанова, Ирина Губанова, Ирина Губанова, Ирина Губанова. Текст читали Ирина Губанова, Ирина Губанова, Ирина Губанова. Текст читали Ирина Губанова, Ирина Губанова, Ирина Губанова. Текст читали Ирина Губанова, Ирина Губанова.